Приветствую вас, Елена. Ну, даже сложно здесь выбрать, с чего вам начать, потому что отношения у вас несколько деструктивные, конечно. Давайте по порядку, наверное. Здравствуйте, моя дочь двадцати лет хотела это лето погулять до труду с ростом. Мы разрешили до двух часов ночи. Первый момент. Как вы можете что-то разрешить или запретить человеку двадцати лет? Что-то не ребенок, вы можете ребенку в пятнадцати, шестнадцати лет запретить или разрешить что-то на человеку двадцати лет уже нельзя, потому что двадцатилетний человек, совершеннолетний человек и запрещать и разрешать что-либо вы уже его не можете. Соответственно, возникает вопрос. Откуда эта идея? Добро, что в двадцать лет можно кому-то что-то разрешать или запрещать. Это первое. Второе. Значит, этого оказалось мало. Три-четыре в пятом часу приходила днем спать, потом на телефон или к подруге. Подникает логичный вопрос. И что? Вот, ну, и что? Вам-то что? Вам-то что с этого? Ну, приходило в три-четыре, в три-четыре, в пять часов. Ну, спала днем. В чем проблема-то здесь лично для вас? Ну, не хотите, к примеру, вы ее обеспечивать, допустим. Вот не хотите вы ее обеспечивать. Не хотите там, допустим, не знаю, и покупать, и то, что она просит. Не хотите там платить за нее, когда она просит. Ну, не платите. Не покупайте. Не делайте ничего для нее, если не хотите. Но, какое отношение имеет то, как она живет, к вас, к вам? Дальше. Какие-нибудь дела в лучшем случае, опять начни прогулки. Мы возмущались, кому это, кому это там нравится. А чем вам это не нравилось? Чем? За что вы ее ругали? Почему вы ее ругали? Какие у вас это негативство вызывало? С чем они были связаны? Смогли ли вы правильно донести до своей дочери ваши чувства? Ну, совершенно очевидно, что нет. Потому что руганью чувства не выражаются. Свои. То есть, вы, по сути, используете рэкетные способы, выражения чувства. Это помимо того, что не совсем понятно, как вас касается того, когда она приходит и что она делает вообще. Ну, вы можете сказать, как же так, мы родители и прочее. Ну, вот. Вот. Из-за отсутствия личных границ между вами. Из-за отсутствия осознавания человеком своей личной ответственности, которую не чувствуете ни вы, ни вашей дочери, судя по всему. И возникает такая история. Потому что, если раньше вы ей что-то не разрешали, то есть, контролировали, то, рано или поздно, человек уйдет куда? В полный дисконтроль. Что и получилось. Потому что человек стремится к балансу. Человек стремится к меня, ты ко мне остану. И здесь налицо стремление сбалансировать свое внутреннее состояние. Если меня в течение долгого времени контролировали, или я себя контролировала, и в глубине души понимала, что это не то, чего я хочу. То, рано или поздно, я уйду на проект. Вот так или иначе. В той или иной степени. В том или ином проявлении. Что-то, чего у меня мало. Определить то, что у меня будет в избытке. Опять же, она не пошла домой. Неделя уже не появляется. Неизвестно, где и с кем. Говорит, нашла работу и съемную квартиру. Домой, сказывается, идти даже за вещами. На душе у всех тяжело. У кого у всех и от чего тяжело. Ее, как подростка, затянула улица. Это нормально, я думаю, что вы ее контролировали, не позволяли ей быть ребенком. Однажды закрыли дверь, она через окно убежала. И зачем вы это сделали? Для чего вы это сделали? Кто вы, во-первых. Боюсь суицидов. С чего вы взяли? А скот такие мысли? Муж не понимает, что ей надоели оскорбления. А вы? А вы понимаете, что ей надоел контроль? Ваш. И что она не чувствует, что вы живете в своей жизни, а чувствует, что вы ее, ее жизнью пытаетесь жить. Конечно, хочется, чтобы взяла дома. Зачем она взрослой? Ее уже пора жить отдельно. В принципе. Без чего вам? Сколько времени понадобится привыкнуть? Кому? К чему? Все индивидуально. Чувство на нашей спине. Это вы имеете в виду его предательство. А кто кого предал? Вы? Ее или она вас? Она вас? Тем, что хочет жить своей жизнью, хочет чувствовать свободу и хочет самоправо свои силы. Или вы, кто использует свое родительское положение, пытаетесь навязать ей свое видение жизни. И по сути, уже сейчас можно сказать, что вырастили ребенка, у которого есть явные проблемы с личной ответственностью и приспособленностью к жизни. Вот кто здесь, а кого предал? У меня вопрос. Дальше. Будет ли она счастлива, зная, что мы переживаем? Простите, а вот где связь? Вот где связь? Ну вы переживаете, это ваша проблема. Она решает свои дела, это ее проблема. Я не думаю, что она счастлива, потому что счастливые люди, знаете ли, не отличаются тем, что не хотят идти домой, точнее боятся прийти за вещами, потому что боятся, что их могут закрыть. Вот, вы говорите, что она не хочет, не хочет, не хочет домой приходить за вещами. Так а как ей приходить домой за вещами, если вы ее пытаетесь насильно запереть в том месте, что, кстати, является преступлением? Незаконное ограничение свободы человека, свободы перемещения человека. С учетом того, что она уже не ребенок, она легко может на вас сын податься за это. Ну вот. Это я так. К слову. Так, где связь между тем, что вы переживаете за нее, потому что очевидно привязаны к ней слишком сильно, очень давно, вы уже какое-то время не живете своей собственной жизнью. И ей, которая пытается наладить свою жизнь. То есть, вы считаете, что она может быть счастлива только в том случае, если счастливы вы. То есть, вы считаете, что то, что делает счастливыми вас, опять же, кого вас, я не очень понял, то, что делает счастливыми вас, сделает счастливой и ее. Так, получается. А ничего, что вы разные люди. Ничего, что она совершенно другие ценности, я надеюсь, они у нее есть, совершенно другие ценности прозвлекает. Ничего, что она человек своего времени, не вашего времени. Ничего, что она совсем иначе видит мир. И совсем другие вещи важны и интересны, нежели чем вам. Как то, что сделает счастливыми вас, может сделать счастливой ее? И чем она тогда отличается от вас? А может быть, вы не хотите, чтобы она отличалась от вас? Может быть, вы хотите, чтобы она была такой же, как вы? Это многое бы объяснила. Только, от того, что ты многое объяснила, не сделала бы данный факт чем-то позитивным. Как для нас, так и для нее. Могла бы гулять регулярно и не нарываться на оскорбление. Я ошибаюсь? Да, Елена, вы ошибаетесь. К сожалению, вы ошибаетесь. Дело в том же, что, как гулять выбирает она сама. А оскорбляете ее вы, значит, на вас лежит ответственность за то, что вы ее оскорбляете. Прямо она вас не задевает. Если бы она тянула с вас деньги, если бы она требовала чего-то от вас, тогда да. Тогда можно сказать, ну, как это так? Что это такое? Она гуляет допоздна, да? Там ничего, грубо говоря, не делает. Для нас ничего не делает, только требует от нас. Это да, это справедливо. Но даже в этом случае, если она что-то от вас требует, всегда можно сказать нет. Просто нет. Для чего оскорблять? Для меня не понятно. Для чего ругать? Для меня не понятно. Я понимаю, что за этим есть определенные чувства. Ваши чувства. Может быть, волнение за нее, может быть, страх, вот как вы боитесь ее совершить. Может быть, чего-то еще. Ну так, вместо ругания, говорите об этом. Вместо ругания, говорите о том, что вы чувствуете. Вместо руганий, отражайте максимально полно то, что вы ощущаете. А вместо этого, вы свои чувства преобразуете в оскорбления, ссоры и прочее. Я бы вам рекомендовал книгу Юлии Борисовны Гиппенрейтер. Общаться с ребенком как? Почитайте. Смотря на то, что у вас ребенок уже взрослый, книга поможет вам, по крайней мере, создать перспективу возможность наладить отношения с ребенком в будущем. Но только при условии, если вы перестанете считать ее ребенком, начнете жить все-таки своей жизнью. Приведете четкую границу между собой и ею, между собой, Елена, и вашим мужем, чтобы не было этих «мы», чтобы было «я» и «он», «я» и «ты», «я» и «они», но не «мы». И научитесь грамотно выражать свои эмоции и свои чувства. И вот тогда все у вас будет ровно так, чтобы это соответствовало вашему внутреннему миру. Пока что вы находитесь в очень сильной дисгармонии и с самой собой, и с окружающими людьми, и с вашей дочерью. Ну, насчет окружающих людей, я не знаю, мне так кажется. Но с вашей дочерью совершенно точно. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи, и надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом. Удачи! Удачи!